Ну попробуем. Сегодня снимаю ночное рандеву, а не видно нифига. Так собаки, тихо. Попробую снять ночную деревню нашу, не знаю что получится. Ну пока это вот еще свет от гаража. Не знаю что дальше будет. Огоньки. У меня тут на голове еще фонарик есть, можете его включить. Попробую сейчас, пока собаки там забавляются чем-то. Ну вот так вот. Так, наверное, лучше будет. Пошли. Батарейка заряженная. Ну, Гриша, машины стоят. У нас время пол шестого примерно. Что это мне в голову взбрело ночью снимать? Ну посмотрим, что будет. Что будет? Уже запутались, что будет. А что это вы какие бодрые? Эй, банда, спать пора вообще собакам. Не то что пора, а продолжать. Ну пошли. Машины нас не задавят, я надеюсь. Видите, везде вот свет горит. У всех практически домов. С нашей страны. А там вообще темнота. Чего? Чего нашли? В темноте ковыряются. Ой, холодно. Сейчас где-то градусов 15 примерно. За бортом. Что-то жрет. Какую-то траву. Пошли травоядные. Забыли, что вы хищники. Но они мясо любят. И получают. В Америке собаки мясо едят. Там в России у меня собаки. Как вспомню. Ай, чем мы их кормили. Чук-чук-чук-чук-чук. Братья-разбойники. Ну конечно. Что-то там булькает. Пошли. А здесь светло. Здесь фонари. А дома в темноте. Видите, вот разница, да? Наши деревни все же побогаче. И люди включают лампочки. Вот. А здесь немножко победнее народ. И темнота кромешная. Эй, бандиты. Пошли, пошли, пошли. Все, не стойте. Замерзните. Ну. А, пописал. С горящими глазами. А, вот так надо, конечно. А этот следит всегда. Всегда следит, что делает старший брат. И повторяет. Вот у них тыква растет, кстати, какая-то. Усатая. Все, Гриша. Вот в перец в одно место и нюхает, нюхает. Странные они. Пойдем, пойдем, пойдем. Все, опять застряли. А, трубу. Миша нашел трубу. И морда ее исследует. Ну и что труба? А ты ж туда не пролезешь. Все, пойдем, пойдем, хватит. Ну, а этот опять. Глаза прям такие замутненные, балдеет, что-то нюхает. Пошли. Ну, а, бумажку нашел, нашел бумажку. Какое счастье. Все, хватит бумажки грызть. Пойдем. Да, вот здесь опасный поворот, как у Прискли. Dangerous Curve. Ну, мы сейчас его пройдем. О, там кто-то. О, бежит. Кролик. Кролик погнал. Кролик погнал. О, услышали. Братья-кролики. Ну, здесь зато фонари, вот, говорят, какие хорошие. Ну, правильно, здесь он поворот какой жуткий. 90 градусов. Миша, что-то у тебя из-под копыт. Все летит. Вот, теперь, чтобы три батарейки не сели. Первая в лампочке, вторая в этом, ну, в смысле, в фонарике. Вторая в самой камере. И третья у меня на руке. Там экранчик маленький. Ну, че, асфальт-то чем пахнет? Асфальтом и пахнет. Господи. Каждый день здесь ходят, каждый день нюхают. Чудные собаки. Чудные. Мы далеко-то не пойдем, наверное. А то разгуляются. А им да спать еще надо. Куда к чему-то? Я сегодня что-то рано встал. Бывает. Ну, зато вот сейчас в шести еще нет, а я все сделал. И позанимался, и ролик, и второй ролик. И статью закинул. Это что еще горит, беленькое? Оно горит или отражается? Интересно. Горит. Нет. Или нет, отражается. Вот сейчас мы прошли, оно потухло. Это отражается. И все эти, как его называются, номера тоже все отражаются. А вот здесь лампочки горят. Интересно. Я же говорю, интересно в Америке. Все. Все, что можно. Ну, вот как они запутали тут. Умудрились. Вот почту бросают. Видите, почта валяется. Ну, не почта, а журнала. Письма сюда бросать никто не будет. Журналы какие-то бесплатные. Все, пошли. Собак потерял. Так, один вылез из темноты. Мишка, ты черный. Тебя в темноте вообще не видать. И Гришка хоть селенький. Такой. Светленький. Вон опять, по-моему, кролик сидит. Да ну, к черту, в этом году столько кроликов. Не. Ошибочка. Ну, видите, опять здесь лампа горит. Ну, посмотрите ночную деревню. Как это выглядит. Все это разнообразие. Да ну, что ты там нашел. Вот, опять впелился в какой-то куст всей мордой. Охотничая. Охотятся все время. Когда просыпаются, начинают охотиться. И во сне, наверное, тоже охотятся. Потому что лапами дергают. Куда это бегут? О, о, о. Че? Че? Это что-то в рот сунуло. А это собираются у него вытащить изо рта. Все в рот тащат. Чисто дети. Ну, все, пошли. Братья, разбойники. О, а здесь темнотища. Нет, тоже вон лампочка горит какая-то. Не, не зря, конечно, я включил эту лампу на голове. Ну вот. Все. Запутали доктора. А то вообще бы ничего не видели. А у меня она, эта лампа в двух режимах. Даже в трех. Один режим вот такой, второй мигает, а третий очень остро светит. Хорошая лампа на голове. Ну, батареек надолго хватает, на несколько прогулок. Такие пальчиковые. Не так давно появилась, кстати. Для рыбаков. Вот для таких, как я, собачников. Ну, и так далее. Просто ночью бегать. Есть же те, которые перед работой еще и бегают. Многие здесь, кстати. Ну, вот здесь нет. Чтоб бегать я не видел. А ходить, да, ноги. Ну, видно, что идет. Просто так. Ну, зачем пойдет-то здесь? Здесь люди не ходят просто так. Смысла нет. Пошли. На колодец? Нет. Нет тут колодца. Смотрите-ка, и все эти светящиеся. Все, что можно, все светится. Интересно вообще-то. Не, я ночью гулял, конечно, но я как-то внимания не обращал на это. А когда снимаешь, внимание обращаешь. Что вы там видите-то? Что-то видите. Погнали, банда. О, все, Миша застрял. Мишу вообще не сдвинуть. Он такой сильный стал. Масса. Массу отъел. Ну, что там? Что там? Погнали. Все, хватит. Эх ты, не надел я на себя свой спортивный рюкзачок. Думаю, что это я как быстро иду-то, а? Без рюкзака. Прям очень легко. Лечу, можно сказать. Сейчас, пожалуй, мы повернем или подальше пройдем. Давайте подальше пройдем. За все время одна машинка проехала. Куда ты? Нет, они сами повернули. Ну, пошли. Пойдем. Домой тогда. Ну, не то, что домой, но в сторону дома. Вот, даже заднюю лапу поднял, Гришка. От удовольствия. Не иначе. О, нет. Одного я еще сдвину. А двух сразу не... Пошли, 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 пошли. Замерзните. Пошли. Холодно. Тут кошки живут. А от кошек всегда запах. Вот они и это. Вот сейчас там кто-то крохочет, вам по башке дадут. Пошли, все. Тихо, правда. Какие-то эти только стрекочут. Ну, стрекозлы. Кто еще-то? Так, чуть-чуть ветерок. Ну, прохладно. Я в курточке. Потом посмотрите. Когда приходим, я сюда показываю, в чем я ходил. Ну, конечно, в шортах. Ну, куда вот, куда тебя понесло. Сейчас как будет. Не иначе. Подлец. Миша. Все-таки как ужас. Нет, не стал. Не хорошее место, чтобы какать. Какой-то прям, тьфу на него, да? Он что, он что, он что, он. Первый парень на деревне. Кто-то диван выбросил. Мусорка подберет. Да, сегодня мы коротко погуляли. Обычно мы гуляем дальше, дальше. Ну, сами повернули. Ничего, может поспят. Я им сейчас дам вкусные конфеты, толстые. Собачьи. И поспят. Ну, Гришка явно что-то ищет. Какатель. Какатель, конечно. Что еще-то? Что бы тут искать? Вот уже влево, вправо. Все. Доктор, доставай. Конечно. Сейчас я достану свой мешочек. Сейчас надо прицелиться. И не упасть самому. Ну, что ты уже сделал или нет? В темноте не особо видно. Нет, видно. Хорошо. Все, ничего больше нигде не оставил. Ты сейчас всю траву вскопаешь. О-о-о-о-о. Ну, что, что? Ну, хватит, хватит. О-о-о. Да что это они сегодня такие возбужденные? Наволоня, наверное. Ну, что вы меня запутали. Как пойдем-то? Интересно. Вот они всегда какают с утра только. До обеда. Все. А вечером жена с ними гуляет. Ну, вечером и ночью я рано вожусь. И никогда не достаются эти мешки. Какой-то у них вот такой режим. Очень вредный. О-о-о. Собаки лают. Вот уже. Вон он лает. Ну, вы не видите, наверное. А вот эти лампы горят сами по себе. Красненькие. Так, банда. Все. Такой травы везде полно. Ух ты еще. Надо их вытащить. У меня руки сильные стали с этими собаками. Потому что таскаю их все время. Из кустов вытащиваю. Если собак вытащивать каждый день из кустов, руки будут, как у Шварцнеггера. При тоненьких ножках. Хе-хе. У меня так и есть. Ну, что вы как-то боком. А этот боком научился. Рыжий давно боком ходит. Черный у нее научился. Все, ребята. Все. Ближе к дому они как-то уже быстрее бегут. Ух ты. Какие-то утки клякают. Сейчас уже все птенцы подросли. Забавно наблюдать было летом. А сейчас уже они все одинаковые. Уже все выросли. Уже не разберешь, где птенец, где кто. Вообще каждый год вот это вот. Живем в дикой природе. По сути дела. Дома. Электричество. Канализация. А природа дика. О как. Это же надо такое придумать. Я вот, я говорю, это для меня было первое удивление. Когда я ровно 13 лет, 9 сентября приехал, 2005 суда. А сегодня 9 сентября. То, что везде животных полно. Это ладно у нас в деревне. В городах. И эти белки, и кролики, еноты, лисы какие-то. Лисы любят гольфовые поля. Я не знаю почему. Какая-то тонкая взаимосвязь. Вот машина еще поехала. Ну, уже на работу, конечно, люди собираются. Едут. Ну, нас не задавит. Мы с фонариком. Что-то у меня, по-моему, эта лампочка нагрелась. И на лбу тепло стало. Не горячо, но тепло. О, этот боком опять. Мишка, давно ли ты выучился? Боком-то бегать. Вот там восток уже немножко светает чуть-чуть. Уже посветлее стало. Ну, все. Сейчас под нашу лампочку. Сейчас наша лампочка загорится. И здесь совсем светло будет. Вот ты, ёпланский городовой. Чуть не заругался. Ну, кролик сидел. Господи. Ну, хоть не крокодил. Во Флориде он крокодил. Сидит до последнего. Сейчас я мусорку. Упс. Так. Ну, все. А, меня не видно. Там свет горит. Ну, все. Пока. До свидания. С вами был доктор Влад. И два барбуса. Субтитры сделал DimaTorzok